В последнее время все большее число людей собирают компьютеры на известной китайской площадке И это неудивительно, где еще можно взять 4-ядерный процессор за 1000 рублей, а 8 гигабайт оперативки за 2 Да, все это конечно очень круто и цены явно привлекательные, но ведь вы прекрасно понимаете, что имеется как минимум несколько подводных камней О которых стоит узнать, прежде чем покупать любую железяку с Алиэкспресс И как вы уже могли догадаться из названия этого видео, именно на данную тему мы поговорим К чему относиться с опаской, а что покупать без каких-либо проблем И первое, что стоит запомнить, естественно китайские площадки это очень круто, здесь всегда можно сэкономить Но лучшие цены на новинки и в принципе на любую новую технику с гарантией вы всегда найдете на Е-каталоге Где есть все, начиная от смартфонов и планшетов, заканчивая автомобильными запчастями и инструментом А что же касательно компьютеров и комплектующих Е-каталог всегда предоставит самый широкий ассортимент с лучшими ценами Поэтому скорее переходите по ссылочке в описании и покупайте то, что давно хотели Центральный процессор это тот компонент ПК, который с высокой долей вероятности его переживет Поэтому если пришедший к вам с Али CPU работает без проблем, то и в будущем их ожидать не стоит При этом стоимость процессоров на китайской площадке совсем не высока Так, к примеру, серверные Xeon на 4-6 ядер зачастую можно найти дешевле 2000 рублей А ведь в России те редкие магазины, что их продают, просят в лучшем случае на порядок больше Это же касается и аналогов Xeon Intel Core В СНГ на них цена существенно выше, так что брать CPU на Али явно имеет смысл Но не стоит забывать, что эти процессоры уже были в употреблении То есть возможны царапины на крышке или остатки термопасты Поэтому я на всякий случай повторюсь, что процессор это тот компонент ПК, который зачастую живет дольше остальных Так что их можно смело покупать с Алиэкспресс А вот в случае с системами охлаждения все не так уж и просто Нет ничего удивительного в том, что китайцы освоили производство кулеров Только вот ценообразование и качество зачастую у них страдает Так башни дешевле 1000 рублей найти практически невозможно А те, что вы найдете, имеют крайне неприятные проблемы в виде не отполированного основания Или термотрубок, которые оказываются выше или ниже остальной подошвы А иногда и то, и то вместе Разумеется, из-за таких вот историй контакт с крышкой CPU ухудшается И температура процессора возрастает Что нивелирует смысл от башенного кулера Если же обратить внимание на то, что дороже То возникает уже другой вопрос А где экономия? Ну да, за 1500 рублей можно взять ноунейм кулер с 3-4 тепловыми трубками Но есть ли в этом смысл? Если можно взять за те же деньги проверенную башню от Deepcool Gamax 300 С другой же стороны, на Али иногда встречаются брендовые кулеры от того же Cooler Master Которые стоят дешевле, чем в магазинах И естественно их стоит покупать Вывод прост На ноунеймы даже не обращайте внимания А если что и брать, то лишь бренд со скидкой А вот ОЗУ на Али делится на два типа Брендовая, которая вероятно БУ И китайская На деле разницы особой нет В самом худшем случае у китайской будет хуже разгонный потенциал Поэтому нет смысла переплачивать за бренд Ведь чипы памяти, которые используют китайские бренды Зачастую идут все равно Micron, Hynix и тому подобные А что же касательно радиаторов На самом деле смысла в них практически нет Ведь даже под разгоном память особо не греется Так что самое главное, на что вам стоит обращать внимание Так это совместимость оперативки с вашим процессором И я не про версию DDR А про то, что даже та же DDR2 бывает двух типов Дешевая, которая работает только на AMD И более дорогая, которая работает как и на AMD, так и на Intel Продавцы об этом естественно предупреждают Так что переживать смысла нет, если вы все внимательно прочитали Да и в принципе покупать ОЗУ с Алиэкспресс можно без каких-либо проблем А еще, если вы вдруг до сих пор не подписались на наш канал То обязательно это сделайте и нажмите на колокольчик, дабы не пропускать следующие видосы А вот теперь самое интересное Где же еще найти материнскую плату, подкупленной на том же Алиэкспресс Xeon? Разумеется, в соседнем магазине на этой же площадке И такие платы условно делятся на три категории Первая, это БУ бренды Платы от Asus, MSI, Gigabyte и прочих брендов С крайне высокой долей вероятности Они уже были в употреблении или вообще отремонтированные Но опять же, это не вызывает никаких проблем И обычно они работают лучше остальных Но и само собой, такие платы самые дорогие Вторые, так называемый Хуанан Который по сути является брендированным Китаем Стоит дешевле привычных нам БУ брендов И при всем при этом данные платы новые А лишь некоторые разъемы используются БУ, но в идеальном состоянии И здесь главная проблема зачастую софтовая Биос настолько, так сказать, хорошо написан Что ваш ПК, например, вместо выключения может перезагрузиться И само собой, про какую-то общую стабильность работы говорить не приходится А про разгон лучше даже и не думать Так что, если вы готовы перечитать кучу форумов Пересмотреть различные видео, дабы настроить ваш Хуанан То ради экономии такую материнку можно купить Хотя, лично я бы все равно доплатил А вот третья категория самая интересная Это абсолютный ноунейм Материнки, которые зачастую черные без опознавательных знаков И про какую-либо стабильность их работы говорить не приходится Более того, в биосе там зачастую минимум настроек А разгон вообще заблокирован Эти платы будут еще дешевле, чем Хуанан И я бы сказал, что это тот случай, когда вообще нет смысла экономить На этом моменте некоторые из вас могли подумать, что про видеокарты я уж было и забыл Но на самом деле это не так Я их оставил, так сказать, на горяченькое Все мы прекрасно знаем, что китайцы любят обманывать И ни для кого не секрет, что с видеокартами это сделать крайне легко Всего-то нужно поменять видео биос И какая-нибудь старенькая GTS 450 превращается в GTX 1060 И то, что на Pascal отродясь не было VGA разъема Знают далеко не все Поэтому крайне внимательно изучайте представленные продавцом картинки И скриншоты из GPU-Z А также читайте отзывы Любое несоответствие частот, объема памяти, шины И тем более маркировки GPU Верный признак подделки Но, разумеется, в некоторых случаях видеокарты на Али брать можно Речь идет в основном о базовом Maxwell То есть GTX 750, 750 Ti, 950 и 960 К примеру, первую можно найти дешевле 4000 рублей А ведь она в среднем процентов на 15 быстрее GT 1030 За которую у нас просят практически 5000 Разумеется, это будет БУ-карта Которая, вероятно, еще и с неоригинальным охлаждением Но, опять же, данные GPU относились к средне- или же низкоуровневым линейкам Поэтому грелись явно не сильно Так что даже обычного куска алюминия и простейшего кулера Вполне хватит для охлаждения Также на просторах Али можно наткнуться на видеокарты Линейки Pascal типа 1060 От всяких непонятных производителей типа iGame Которые кажутся оригинальными и новыми Стоят достаточно дорого Да и в отзывах люди пишут, что это не подделки Так, в общем-то, дела и обстоят На этой площадке действительно продаются Настоящие решения линейки GTX 1000 Просто выпущенные местными брендами Например, тот же iGame, который известен у нас как Colorful Конечно, по качеству до всяких Asus и MSI им далековато Но, если с промокодами и кэшбэками цена за такую видеокарту оказывается значительно ниже Схожего решения, например, от Inno 3D Брать их вполне можно К счастью, наши китайские друзья так и не освоили выпуск жестких дисков Поэтому найденный на просторах Али HDD от Seagate Им и будет на самом деле А с учетом того, что за 500 гигабайт там просят всего 1500 рублей Брать их можно и даже нужно Ведь разница получается практически в два раза в сравнении с нашими ценами А вот с твердотельными накопителями или же SSD все намного хуже Различных китайских брендов типа KingSpec, GoldenFear, KingDane и подобных Расплодилось очень много А вот качество их дисков оставляет желать лучшего Ни о каком DDR кэше и речи нет Так что через 5-10 гигабайт последовательной записи Скорость упадет на порядок Также под сами контроллеры зачастую не найти мануалов А чипы берутся самые дешевые В итоге есть шанс, что SSD-шка умрет после банальной установки системы И восстановить вы ее уже не сможете Поэтому покупать SSD-шки с Али нужно с опаской Изучать отзывы и в принципе ставить на них систему я бы не рекомендовал Смысл есть только в том случае, если вы нашли например оригинальный KingStone И во время распродажи купили его значительно дешевле чем у нас Вроде как уже можно было бы и закончить Но на самом деле нет Ведь на Али вы например можете найти блоки питания Которые, спойлер, явно брать не стоит Проблема в том, что китайцы в своих блоках питания Экономят на защите от короткого замыкания и высокого напряжения Что в наших энергосетях чревато в лучшем случае выходом из строя самого блока питания А в худшем чего-то из комплектующих подороже Также то, что написано 500 ватт не означает, что на самом деле там такое напряжение И в нагрузке бывает, что оно просаживается до 250-300 ватт Ну а уж о какой-либо нормальной элементной базе говорить просто нет смысла Лучше промолчать Вывод прост Не покупайте блоки питания с Алиэкспресс Также остаются корпуса, которые бывают в интересном дизайне И в принципе они сделаны не хуже аналогов Кажется, что даже стоят своих денег Но вот есть одна самая главная проблема Это стоимость доставки Тот же EMS возьмет за нее 4-5 тысяч рублей Что изначально затею делает абсолютно бессмысленной И еще что важно понимать Никто не гарантирует, что ваш корпус доедет в идеальном состоянии Есть вероятность, что, например, стекло просто разобьют при доставке Так что как и с блоком питания, так и с корпусом Явно нет смысла обращать внимание на Алиэкспресс Все, спасибо вам за просмотр Ставьте лайки Делитесь своим мнением и опытом в комментариях Удачи и до новых встреч